Ой, конечно, Астана прикольная, но минус 15? По-моему, у меня рука уже замерзла. Вот мы находимся на вершине пирамиды, которая называется Дворец Мира и Согласия. Уникальное сооружение, которое было построено по инициативе Елбасы, то есть президента Назарбаева, в 2005 году началось строительство, потом оно было построено. Уникальность этого произведения, архитектуры заключается в том, что здесь каждый год проводятся собрания или съезды представителей различных религиозных общин, в том числе из Украины, насколько я знаю, сюда приезжают. Каждые три года проводится что? Съезд. Съезд. Это очень важно. Вот мы приехали сюда как представители и Украины, и религиозных общин, и вообще в целом, как журналисты. Поэтому таких на постсоветском пространстве сооружений с такой целью не существует. Поэтому, да, Астана, Астана молодец. Вот мы находимся возле стены мира, очень актуальной для современной геополитической и региональной ситуации. Тут слово мир написано на разных языках. Мир, барыш на турском, ирини на греческом, пэ на французском, фас на испанском, пукой на каком-то сербском, с хорватском языке, салям на арабском, пиз и так далее. Эта стена была построена в Астане в честь инициативы в свое время Казахстана о разоружении, о ядерном разоружении. Напомню, что Казахстан был той страной, которая имела четвертый запас вооружения, третья была Украина, как вы помните, а четвертый именно Казахстан. По своей инициативе передать вооружение ядерное странам-гарантам. И вот для соблюдения мира, потому что весь мир помнил о том, что мир это самое ценное, что есть у человечества, и была построена стена. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, находимся мы в уникальном таком шаре, цилиндре, который был построен в Астане к Экспо-2017. А я помню, что Экспо-2017 это была уникальная инициатива Казахстана, предложенная в 2011 году на одной из конференций с Организацией Евгеньевых Наций, которая заключается в том, чтобы провести уникальную, специализированную под эгидой ООН выставку. И Казахстану это удалось. Причем Казахстан потратит более 2,5 миллиарда долларов. И самое важное, все, что мы здесь видим, на мой взгляд, и это очевидно, что, как правило, после подобных выставок много инфраструктуры остается бесполезной. Но в Казахстане, в Астане такого не произошло. Если мы посмотрим сами возможности, стадионы, сам вид на Астану, то руководство Казахстана пытается по максимуму использовать все это. Продолжение следует...